Тоска заела, грызня какая-то кругом. Ладно бы там у голодных миллиардеров и комических космических начальников, им уже ничего не светит, доля их пожрать друг друга. Ну и святые-то даже, будто нет у них благодати Божией, будто любовь отца покинула их, будто Господь обманул их и лишил наследства вечного. Драчки по пустякам. Что особенно мерзко, те безбожники делят землю, дерутся за миллиарды и за власть убивать без суда. У них руки в крови, но в руках золотишко. И вроде как не зря воровали, убивали. А так называемые христиане, они разменная монета в руках властителей земного праха. Они раболепствуют перед насильниками, ублажая их, убеждают их в том, что их дела кровавые – это благословение Божье, что все преступления и все кровавые жертвы – это и есть их служение Богу. Получается, что Бог во главе зла и обмана. Главари, убийцы, самые ближайшие из подвижники Бога, осмиренные христиане, молитвенники – это пища злодеев. Подражая своим господам, ведут они войну друг с другом не на живот, а на смерть. И оружие смертоносное в руках святых – имя Божье и Слово Божье. А скажи правду, свои же и побьют, и опозорят, и отлучат. Оттого и дух мой угас. Собрался и ушел. Куда ушел? К Иисусу. Куда же еще? Вот, слушаю его, что он говорит. Весь народ хотел прикоснуться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил, «Блаженны нищие духом, ибо в ваше есть Царство Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо возрадуетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого. Спасибо тебе, Господь! Стало так легко, даже радостно. И плач во благо, и жажду уторил. И отлучения, и поношения превратились в благоухающий аромат свободы. Ах, как это благостно – дышать свободой! Спасибо, Иисус!